Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я планирую именно эту тему для большей массы людей открывать и развивать Откуда все это родилось? Каждому из нас знакомо, что у нас бывает утро Мы хватаем свои вещи, бегом завтракаем Бежим в офис, решаем какие-то дела Потом возвращаемся и так далее То есть мы спешим И порой бывают какие-то, наверное, даже слишком форс-мажорные обстоятельства Чтобы нам нужно было остановиться И как раз в ландшафтном дизайне Тоже спустя годы работы я поняла Что скрыта колоссальная возможность Через сады, через какие-то небольшие улицы, пространства Скверы, парки Грамотно построенный ландшафт Позволяет человеку остановиться Присесть В данный момент почувствовать Как сегодня раньше видели в слайдах Как двигаются облака Какого сегодня цвета небо Где зашло солнце Или зашло И ощутить, что вот он я здесь есть И порой Как раз получается, что Очень важно осознать Что в каждом из нас очень много возможностей скрыто И вот семена лотоса здесь не случайно Я хочу показать, что Эти семена могут прорастать даже через тысячу лет Самое главное, чтобы сложились те условия Когда могут семена прорасти Так и мы с вами тоже В нас очень скрыто много талантов И каждый из нас прорастает в свое время Каждый, наверное, может вспомнить такие случаи в своей жизни Или, возможно, у вас что-то такое предстоит Поделюсь тем, что Для меня был в своем плане переломный год 2006-й Когда я услышала вот эту волшебную фразу Представьте себя на чистом листе бумаги И я вот в тот момент И чуть позже, скажем, на протяжении полулет Понимала, что Это оказывается так просто А на самом деле это так сложно Взять и убрать все барьеры То есть вот на чистом листе бумаги И что я хочу делать? Чем я хочу заниматься? И таким образом, получается Я вдруг из экономической специальности Перешла в ландшафтный дизайн И вот в шутку можно сказать Что чувствую себя сейчас растением Потому что работая по 15-16 часов Особенно в сезон Я прекрасно чувствую все закаты Рассветы, растения И в принципе нет на самом деле плохой погоды То есть каждая погода благодать Двигаясь как бы в своем интересе Создавая частные сады Начиная с 2013 года Мне стало очень интересно Посещать мероприятия И как-то включилась у меня эта тема Что да, сад частный Это для, грубо говоря, двух-десяти человек Но мы населены, как бы наше пространство населено Гораздо большим количеством людей Это города, страны и планетарное пространство И на самом деле нам тоже так же, как с чистым листом Не просто выйти и понять, что в принципе мой дом Это не там, где я прихожу после работы Снимаю обувь, иду по прихожей Беру из холодильника еду Отдыхаю, сплю и так далее Не квартира То есть наш дом, это в принципе город И эту зону мы можем с вами размещать И расширять, расширять и расширять Опять же, погружаясь в проекты Я вот, например, отдельно сейчас понимаю Что, в принципе, мы с вами здесь гости на этой планете Давайте сложим наш возраст То есть мы с вами можем жить примерно 100 лет Согласитесь Планете Земля по установленным данным 4,5 миллиарда лет И даже сейчас, когда мы с вами здесь находимся в зале Получается, что планета Земля Без нашего управления Мы не управляем этим процессом Несется в космическом пространстве С заданной скоростью С нужной гравитацией С нужным слоем озонного слоя Мы с вами дышим И, в принципе, можем здесь находиться И однажды у меня в цифре Вот за рулем как раз я возвращалась из Казани Вертелось какой-то вопрос, мысль И вот вышла вот эта цифра Вас спрошу Как вы думаете, что может значить эта цифра? Ну, немножко вариантов Тоже хорошо Реальность жизни, да? Особенно если летать, не чувствуя моменты Приоткрою, да? То есть, смотрите, мы установлено, что 70 лет в России Это средний срок жизни Умножаем на 360 дней И получаем вот эту цифру И здесь есть момент задуматься Что, господи, как мало Получается, что, в принципе, каждый день Даже сегодняшний, где мы с вами есть Мы его должны прожить так Чтобы в конце дня спросить Я был счастлив или нет? И вот как раз имея отношение к дизайну А дизайн, я в последнее время понимаю Что у него нет границ То есть дизайн — это пульт, который я держу здесь Одежда, в которой мы все одеты Кофе, который мы только что пили Как это красиво было подано Какая тут атмосфера у нас создана И так далее, и так далее, продолжаем То есть все люди, которые задействованы на это На то, как мы вышли И что мы обозреваем Оно формирует наше чувство Формирует наше восприятие себя даже Мы можем уходить в состояние Более несчастного, подавленного состояния Или более возвышенного состояния И вот я вижу так, что Если дизайнеры любой отрасли Или люди, имеющие к этому отношение Будут понимать, что человеку нужно в пространстве Будет что? Слышать, видеть, осязать Что смотреть красоту То есть аромат кофе сейчас спустят нам Мы с вами подумаем Эх, был бы кофе-брейк Это очень важно в дизайне И переходя немножко в свою сферу То есть ландшафт — это тот ресурс Который может позволить создать В наших городах Если мы про них будем акцент ставить Ту возможность, где мы можем каждый к себе вернуться Однажды я читала статью Было сказано, что сколько человек загубил природу Столько ровного себе он загубил Как бы каких-то тех или определенных возможностей Поэтому если мы будем возвращать природу в города То вместе с ней мы тоже будем получать большой бонус Один из примеров — это в Париже находится Тоже можете отгадать, что это Да, буду подсказывать Это сад на крыше торгового центра То есть в округе жилые дома находятся И, соответственно, люди смотрят не на рубероидную крышу Они смотрят на сад, и в том числе они могут выходить И просто гулять с детьми Любоваться, лежать на газоне и так далее Или где-то с высоты площадки смотреть, как птицы То есть нам вот этих чувств, именно еще раз чувств, не хватает Я, например, сама в городе часто знаю какие-то места Которые мне нужны конкретные чувства Или посмотреть на Волгу Или забраться куда-то высоко Или там где Тоже вот какая-то будет такая зеленая зона Сейчас тоже очень много говорят о том, как можно обустраивать дворы Вот тут все, что видно, вы видите Я расскажу то, что не видно Например, мы с вами не задумываемся о том, что вот идут дожди Например, есть канализация, стоки дождевые Все это собирается, в трубы куда-то уводятся Вот в европейской практике То есть это Франция, это Париж Например, организовано так, что вся дождевая вода Она остается здесь же в рельефе То есть по-другому у вас, например, во дворе был бы Или типа болотцы, или типа какой-то ручей И за счет даже собранной воды идет полив растений То есть согласитесь, у нас даже в дворах стоит вопрос как бы с поливом Чтобы растения могли выживать И вот здесь на фотографии я участвовала в одном из прекрасных семинаров В центре Мишель Пина Я думаю, по типажу вы поймете, кто этот человек Он говорил о том, что вообще природа — это спектакль, это театр И вот сегодня тоже, когда утром проснулась Я заметила, что я пошла смотреть в окно То есть грубо, как часто мы сами делаем шаг для того Чтобы посмотреть, что находится вокруг нас Вот в окно посмотришь, открыла окно Зелень, я говорю, здравствуй, Вежевск Прекрасный контакт есть То есть мы сами как бы общаемся с пространством И сами создаем внутри, что сегодня очень много прозвучало Вот то наполнение, то ощущение И поэтому для меня сейчас очень актуально Где-то возможно раскрывать тему чувственного дизайна Но вот есть такой момент, что мы все стремимся за красотой Но согласитесь, например, если бы здесь было сейчас супер жарко Или было очень холодно Но часть из наших посетителей, гостей, слушателей, участников Каждый по-своему бы отреагировал Кто-то, может быть, даже вышел, ушел Согласитесь? То же самое и в городе Вот, например, идем мы по улице И нас сдувает ветром А почему нас сдувает ветром? Потому что на уровне проектирования можно было подумать о том А как размещены дома относительно севера, юга, запада, востока И какие ветра преобладают И, соответственно, для того, чтобы, например, в зимние, холодные дни Разместить таким образом деревья Чтобы была, например, ветровая защита Или наоборот, сейчас будет очень жарко, плюс 35 Огромная площадь, а где спрятаться в тени? То есть вот это встает вообще на самом первом моменте И вот это эксперт очень большой Он как раз позволил еще раз подчеркнуть для меня лично это качество Однажды была в Китае Что я видела, да? То, что люди высыпаны в город То есть если мы с вами пытаемся скоротать какое-то свое личное частное время в квартирах То люди занимаются, смотрят театр, боевые искусства, поют, танцуют То есть это супер, я считаю, эффективность построенных городов И еще про Китай хочу сказать, что в одном из городов я постоянно задавала вопрос Когда мы перемещались, я нахожусь в городе или в лесу? И вот, например, те проекты, которые сейчас разрабатываю Моя миссия, ну вот именно как цель для себя Это возврат природы в город, да? То есть подчеркну И вот проект Ницца, где я лично тоже была с коллегами Для меня супер проект Почему? Потому что здесь выражено уважение природе Например, здесь размещается Ну вот красную точку показываю Это автовокзал И политическое решение было принято Этот автовокзал снести И сделать променад Он может быть не такой насыщенный Но он повторяет русло реки Которое сейчас на данный момент находится в трубах под землей И в том числе там есть мощение, которое тоже отражает русло от реки То есть по-другому разговор с природой Ну и я так шучу Это, в принципе, прототип счастливого горожанина Который может делать все, что угодно Сколько угодно и в любом возрасте И как итог вот именно моих вот пока этих лет Там 4-5 размышлений, где-то поисков, ответов Что мы все ищем счастье сначала А на самом деле нам нужно понять, что мы человек Мы находимся на планете Земля И, в принципе, то, что есть в моей жизни Это я лично создал И поэтому формируем, какое хотим пространство сначала И потом мы получаем от него ощущения И, в принципе, эти ощущения — это длительное счастье А дальше я еще тоже продолжу то, что Если в нашем теле есть счастливые эмоции То, в принципе, мы физически здоровы И нам практически не нужны будут медикаменты И здесь можно продолжить линию как долголетие И ответ на желание быть полезным обществу И что-то от себя обязательно оставить и дать И поэтому, что бы мы ни делали Мы с вами очень узко думаем Часто, по крайней мере Ну, представьте сами даже себе задайте вопрос Как надолго вперед я вижу свою жизнь Я, честно, признаю, что я тоже пока не могу точно дать этот ответ Потому что все формируется Но каждый из нас может задуматься И на 10, на 20, на 30, на 50, на 100 лет А если говорить про ландшафтные проекты, объекты Это парки, улицы, города То, в принципе, мы уже должны понимать Если мы сейчас так парк делаем То это будет работать сто лет Что будут видеть наши последователи И как бы... Да, последователи, поколения И еще один акцент поставлю А как же стать тогда вот таким осознанным и счастливым Я бы показала пару картин То есть это Шишкин, это Рерих То есть, получается, два наших соотечественника Можете почитать их биографию Достаточно просто это сделать в Википедии Каждый из них выходил в лоно природы Любовался И, в принципе, ничего не выдумывали Вот, кстати, в дизайне бывает проблема создать идею Не нужно этой проблемой задачиваться Нужно просто наблюдать У природы есть ответы на все И, чтобы не быть голословной Я скажу, что, к счастью, за 3-4 последних года Именно вот практики с городскими пространствами Начал получаться проект Это ЯСМА из города Чебоксары Жилой комплекс «Радужный» Информация здесь написана Что более 12 тысяч человек Будет пользоваться этой территорией Сейчас медленно... Ну, постепенно это строится Строится быстро, но постепенно Этапами И когда нужно было разработать концепт То есть, ну, в какой русле мы будем развиваться Я, конечно же, обратилась к природе И когда долго гуляла неоднократно На этой территории Так как находится на холме Жилой комплекс Многоэтажные дома То чувство, да, я сегодня говорила То я включила чувство Что человек находится в горах Да, и что он может чувствовать Конечно, в реальности Это все немножко преломляется Но чувство ставится на первом месте Здесь вы просто видите фотографии Первого года реализации То есть вот все посажено Все цветет Я сама очень часто бываю на территории Отслеживаю, что происходит Потому что растение все равно требует ухода своего Но стараюсь максимально сделать так Чтобы требовало минимум усилий Были такие случаи, когда нужно было подключить волонтерство То есть организовывал волонтерскую работу И с помощью своего круга друзей И людей И жильцов К счастью, такие тоже люди откликнулись Но что я хочу сказать Опять же, вот в дизайне А вообще в целом в жизни Работает то, что откликается Ну даже вот если мужчины удивляются цветам Значит, это как-то их трогало И я хочу сказать, что по вечерам На самом деле 60 и больше детей Взрослых находятся, гуляют И на самом деле сердце радуется От того, что это пространство работает Именно для того, чтобы просто люди могли И познавательную функцию какую-то использовать На одном из мероприятий в городе я участвовала И откликнулись, сказали, что наши дети читают и знают растения То есть это тоже колоссальный плюс Работая уже длительно Как раз с этим жилым комплексом И там есть дворы, там есть бульвар И вот сейчас эта работа продолжается Вот, например, мы в этом мае будем заполнять еще три двора И я вот сделала таким образом осознание свое Что неважно кто человек Маленький ребенок, выросший уже ребенок Более взрослого возраста Тинейджер, скажем, люди, которые уже имеют свой бизнес, например Люди, которые уже крефеи в бизнесе Или люди, которые уже ходят просто пешком Для того, чтобы жизнь была их наполнена Я знаю, например, такие у меня в доме живут люди 70-80-90 лет Каждый изучает что-то на своем уровне Получается Дети удивляются краскам, бабочкам А взрослые счастливы просто общаться рядом с друг другом И поэтому нужно создавать Линейку этих максимальных возможностей для каждого И тогда он будет счастлив И вот сейчас очень много говорят о ландшафтном дизайне И вот этот дизайн Совершенно по-разному можно задачи на него возложить Но я вот сторонник Что во мне включается того Что сейчас на самом деле время глобального мышления То есть понимать, что Вот мы даже с вами сегодня поговорили А темы просто прекрасные здесь сегодня звучат Что каждый из нас в ответе Что будет сейчас, завтра и так далее И в принципе, да, возможности даются прямо сейчас То есть мы с вами в силах эти возможности включать И делать свой личный выбор И поэтому, как такое небольшое заключение, ремарка Прекрасная фраза есть у Василия Кандинского Что мы создаем будущее только через чувства То есть то, что реально можем сами от своего сердца Пронести вперед Так что всем Вам счастья Благодарю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!